Здравствуйте дорогие друзья, мастера и мастерицы и с вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер. Сегодня мы продолжим с вами создание знаков зодиака, в этот раз из семейства ракообразных, собственно рак и есть. Ну давайте мы сначала посмотрим, что мы тут видим, значит у нас шестерни, это не новая для нас, проводочки, гофрированные шланги тоже. Также, единственное, что возможно у меня в планах, в общем-то я хотел бы вот эти трубочки наделать разного диаметра и из них создать вот этот корпус. Мне почему-то покажется, что тогда это будет лучше выглядеть. Так, ну а так, нет в общем-то ничего, что мы с вами еще не делали, ну в отличие конечно раков мы еще не делали. Итак, я сейчас уменьшу фотошоп, я распечатаю себе уже такую картинку, которая подошла бы вот сюда, то есть поменьше надо сделать. И мы с вами приступим, потому как сегодня у нас воскресенье и мы должны эту штуку сегодня сделать. Потому как в понедельник у меня начинаются опять рабочие деньки жаркие, хотя за окном апрель, но холодно. Давайте мы с этого и начнем, что сначала создадим шаблончик, раскатаем пласт глины, сделаем контуры, ну и приступим к работе. Ну вот, такой у нас получился шаблончик. Давайте теперь раскатаем массу и начнем наносить. Возьмем глину, немножечко ее разомнем. Я вам говорил, что я прикупил в интернете очень ломкую в этот раз, староватенькая скорее всего глина, и мне приходится ее перед началом разминать. Ну, какой-то классик. В профессионном у меня таких проблем не было. Прощайте белые ручки, начинаем работать. Итак, мы раскатали глину, теперь обведем по контуру, немножечко отступая внутрь, потому что нам нужен еще объем. И если мы точно это сделаем, то у нас расширится и клешни расширится, и сам корпус. Поэтому следует обратить только внимание на то, что здесь не надо никаких делать вырезов. То есть, просто прямо делаем, потому что здесь станут у нас трубки вот так, а ножки мы вырежем сразу же, а потом уже сверху поставим все остальное. То есть, таким образом мы вырежем и положим в печь запекаться на 10 минут. Ну, перед тем, как сажать в печь, я немножко скруглю здесь наши клешни, а в ножках этих наделаю таких присущих конструктору тырдочек. Ну, а теперь, после того, как наши изделия вышли из печки, давайте начнем-ка мы с клешни. То есть, будем создавать объемчик. Таким вот образом, накладывая сюда еще кусочки глины, мы тем самым можем спокойненько создать такой объемчик. Так, объем нам потребуется здесь, 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 то есть, накладывая сюда кусочки глины, как я сказал, будем сейчас делать объемчик. Создавая такие ужасающие клешни. И я думаю, что вот здесь, чтобы у нас получились тоже объемные лапки, нам необходимо тоже сделать такой объем, иначе будет уж очень плоско, я боюсь. Чтобы этого не произошло, давайте вот так сделаем. На первой и на второй лапке. Вот так. А потом уже их обернем, как нам нужно. То есть, должно получиться где-то вот так. Вот, не люблю я работать с дневным светом. Солнце ушло, тучи налетели, меняем изо. Ой, лучше сразу ставить искусственный свет и с ним продолжать работать. Но лень, лень, родилась вперед, тащить все эти приборы, неохота. Ну, попробуем дальше так работать. И опять же, поставим в печку. Ну, почему так часто ставлю в печку? В принципе, можно обойтись без этого, если работать аккуратно, так, не раздавить ничего, и так постепенно, постепенно. Ну, во-первых, печка у меня есть, а во-вторых, у меня есть клей, хоть его тоже уже совсем немного, но мне так проще работать. То есть, я тогда не боюсь, что что-то я помну, что-то я замну. Но у кого клея нет, тому придется именно от начала до конца работать, что называется, на живую. А я в печку ее поставлю сейчас. Так, а мы с вами пока займемся тем, что создадим объем тушки самой. Сделаем побольше, чуть-чуть вырежем, чем она на самом деле, потому что мы будем это дело выгибать, соответственно. Так, здесь у нас центр. И, соответственно, нам нужно будет чуть-чуть запас. Вырежем вот так. Ну, и теперь можем, конечно, начать такие выгибулечки. В центре сделаем под глаза, вдавленные. А здесь, не стесняясь, так это чуть-чуть расплющивая, потому что потом мы это все посадим на клей. Вот такую тушку сделали. И сейчас из печки вытащим и поставим ее на место. Солнце вышло, опять пошел пересвет. Ну, ничего. Сейчас мы тут это дело расположим. Так. Вот. Вот так. Вот такая совсем-совсем неплохая тушечка получается у нас. То, что нам и нужно. Вот, объемчик получили. Ну, вот и все. Нужные нам объемы созданы. Теперь начинаем уже оформление. Оформление самого корпуса, клешней и так далее. То есть, самое такое интересное, что мне больше всего нравится. Начнем мы, пожалуй, с клешней. И пока она остывает, эта наша тушка, давайте мы сделаем пока такие сочленения на наших ножках. Так, вот как раз четыре осталось. Надо тут маленечко смазать клеем, естественно. Чтобы это прилепилось. В следующей работе не миновать мне магазина. Надо покупать гель. Раз я вот так безбожно тратил, то вот вам и цена. Так, и теперь со шлицем наш столбичек тут. Хотя слабенько. Аккуратно. Вот так. И этот сейчас на место поставим. О, теперь дождь пошел за окном. Эту весну непонятнее. То дождь, то снег. Ну, как говорится, у природы нет, наверное, плохой погоды. Смиримся с этим. Итак. Теперь настало время украшения вот наших... Клешней. Первые клешни. Так. Вот я сейчас... Прикрепляю. Первые. И сразу я хочу сформировать зубчик. Вот так. А здесь... Вот режем. И сделаем такой хищный зуб. И таким образом вот до этого места покроем. И здесь делаем то же самое. Так, терпение моё подошел конец. И я включил теперь искусственный свет. И так дальше будем работать. Потому что надеяться на то, что происходит за окном, но совершенно невозможно сегодня. Так, заклепаем теперь наши панцирные щиты. И... Еще пару заклепочек мне надо. Так. Здесь мы их поместим и прижмем. Так. Ну а здесь у нас по плану такой кожух, а в нем шестеренка. Шестеренка мы с вами сделаем кто-то вручную, а я выберу подходящий для меня молдинг здесь. И такой... Так. Чтобы создать нам вот этот панцир, нам немножко надо изменить. Во-первых, сделать более толстую. А во-вторых, наделать таких конусов. Тогда нам будет попроще и окончательно большой конус. Вот таких. Так. Смазываем это место. И начинаем с тонкого конуса. То есть ставим его вот сюда. Есть. Готов. Теперь комус потолще берем. И устанавливаем здесь уже. Ну и последний совсем толстый. Который у нас, наоборот, пойдет вот сюда. И таким образом мы сможем создать такое сочленение. Я возьму еще немножко прокатаю вот эти вещи, чтобы создать узорчик. Надо аккуратно это делать. Иначе получится, как у меня. С помощью вырезки я сделал такие полукружия. Теперь вот посажу его сюда. Главное не вминать. Вот так это приложить аккуратно красиво. А в центр я сейчас поставлю шестерню. Я таким образом создаю впечатление, что тут она, конечно, в этой шестерне и нуждается. Вот сюда мы ее поставим. Та елка чего-то не хочет. Вот так. Средки. Сделаем маленький шарик. Поставим. И его приплющим при помощи шестерня со шлицом. Все получилось. Ну и еще можем для красоты сделать так это. Для пущей, так сказать, красявчатости. Так. Видите, у нас клешни теперь готовы. Дальше пойдем. Для того, чтобы создать вот эти вот сочленения, да, членостоногие они. Видите. Вот ряд. Я сейчас сделаю сразу же. Нанесу. Так. Это я так прошел. Теперь я пройду. Так, так. Теперь я пройду вот так. Вот. Такое оно мне. У меня текстурка получилась. И ее я как раз сейчас использую для того, чтобы сделать нужное мне сочленение. То есть. Сейчас вот. Нарежу полосок. так. Здесь мы это дело смажем. Ну, вы знаете, прежде чем это сделать, нужно сделать хвост, я думаю. Потому что потом мы это дело перекроем. так что давайте сделаем сначала хвост. Так. Вот эти чешуйки на хвосте, хвостовое оперение, я хочу сделать таким образом, что я сейчас возьму такой кружочек и начну его потихоньку вытягивать. Придавая ему нужную форму. И немножечко примять и создать такой тоже объемчик. Так. И сюда можем поставить. И так образом еще два, и в середине один, и все. Сэкономлю время, не буду вам показывать. Ну, а теперь, как видите, я спокойно проложил себе сюда четыре полоски, которые по бокам сейчас соединю тоже болтиками или заклепочками. И, в принципе, на этом половина нашего рачка уже готова. Так. Ну, как он тут выглядит. Вот так. Ну, так как наша передача подходит к концу, 20 минут заканчивается, то на этом я эту серию заканчиваю. Но я не прощаюсь. Дело в том, что мы с вами сейчас сразу же и дальше продолжим. Игорь Негода. Продолжение следует...